Всем привет дорогие друзья! В этом видео мы поговорим о Суперлиге, которая продлилась по факту 2 дня, то есть была объявлена 19-го, закончили 21-го. В принципе, вот так вот недолго длилась эта Суперлига. Ну и в этом видео вы увидите, что я думаю об этой Суперлиге. Мы поговорим о формате этой Суперлиги. Ну и вкратце я вам расскажу о хронологии вообще, что и как происходило. Потому что весь хайп по Суперлиге уже прошел. Уже в принципе все постепенно начинают забывать это, потому что в принципе Суперлиги пока что в ближайшее время не будет и смысла обсуждать уже нет. Почему я не записывал в то время, когда все форсили эти новости, когда ролики выходили, конечно часто, можно было хайпануть. В принципе, я хотел просто собрать максимальную информацию и тогда только ее выдать. И плюс по состоянию здоровья я не записывал видос, потому что не мог. Поэтому я его записываю сейчас. И я думаю сейчас идеальное время, потому что мы уже все знаем, потому что не будет никакой дезинформации, потому что уже официально Суперлиги пока что в 21-м году как минимум не будет. Поэтому поехали обсуждать. Суперлиги Перед началом, конечно, не забудьте поставить лайк. Это очень важно, ребят, для развития канала. Вам не сложно 2 секунды дело поставить лайкос, а для нас это развитие канала. Также подпишитесь на канал Евгений Спешилан. Если вы еще не подписаны, обязательно это сделайте. Ну и напишите в комментарии, ребят, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете о Суперлиге. Потому что мы проводили, ребята, опрос. Я в группе специально сделал опрос вот что вы думаете об этой Суперлиге. Конечно, сейчас появится этот опрос на экране. Вы увидите свое, ваше же мнение, за которое вы голосовали. Подавляющее большинство, конечно же, было против в нашем сообществе в Ютубе. Поэтому обязательно участвуйте в опросах, которые я буду проводить практически каждую неделю. Ну и чтобы говорить об этой Суперлиге, конечно же, и по хронологии, и мое мнение я выскажу в конце этого видоса, по этой Суперлиге, давайте разберемся, что же это за турнир, какой формат этого турнира. Формат Суперлиги выглядит следующим образом. Изначально, конечно же, было решено, что будет 20 команд, то есть 15 команд основателей, 15 команд, которые будут участвовать не в зависимости от того, какое место они займут. То есть они не будут вылетать. 15 команд и плюс 5 команд, которые будут присоединяться ежегодно, там будут меняться. Две группы по 10 команд, 2 матча с каждой командой играют, и матчи будут играться в середине недели, то есть вместо Лиги Чемпионов получается. Выходят из группы 3 клуба, 4-5 место играет 2 матча плей-офф за выход уже в 1-4, и 1-4 и 1-2 пройдут в 2 матча. Финал состоится в конце мая. Стоит отметить, что формат Суперлиги, конечно, отличается от Лиги Чемпионов, потому что здесь групповой этап, конечно, модернизирован, он сделан по-другому. Но сам четвертьфинал и полуфинал, в принципе, они здесь не меняли все эти 2 матча. Финал состоится из 1 матча, здесь, в принципе, как и Волче. То есть формат довольно неплохой, довольно интересный, но есть, конечно же, одно но. И тут уже лично у меня появилась несостыковочка, потому что, как я сразу услышал, что 15 клубов основателей, которые не могут покинуть им гарантированное место в этом Суперлиге, то есть они не могут покинуть этот турнир и оттуда вылететь. И это сразу же противоречит спортивному принципу. То есть это как вообще, если условный арсенал занимает последнее место, он должен вылетать. Это очевидно. Тут уже сразу нарушаются спортивные принципы. Я считаю, это уже идет, шло в минус Суперлиге. Но давайте поговорим о хронологии все-таки, как это все дело развивалось, вообще, как появилась эта информация. Сначала она появилась 18 апреля. Еще вечером форсилась информация, что вот-вот объявят о создании этой Суперлиги, что уже вот готовы команды, которые это поддержат. И что интересно, возглавляет это все дело, это Перес, владелец клуба Реал Мадрид и Аньели, владелец клуба Ювентус. Так, эти ребята, в принципе, были, ну там, на ведущих ролях и одни из главных, кто вообще создал этот турнир, да. И, в принципе, они об этом объявили ночью 19 числа. Почему это сделали? Потому что готовилась UEFA анонсировать днем 19 числа обновленную Лигу Чемпионов. То есть обновленный формат. И таким образом Суперлига решила опередить UEFA и выкласть вот эту информацию по Суперлиге раньше, чем UEFA. Это, конечно же, ну уже получается скандал небольшой, да. Ну и, конечно, они объявили, что в 12 команд вошли, которые сейчас на экране, 3 команды отказались. То есть это Бавария, это ПСЖ и это Барусия Дортмунд. То есть команды из Франции и Германии, в принципе, не рассматривают такой вариант. Они, конечно, Суперлигу критиковали. После этого уже объявили обновленную Лигу Чемпионов UEFA и начался скандал. Конечно же, все начали высказываться против этой Суперлиги. Все начали, кому не лень, высказываться против Суперлиги. Это, в первую очередь, болельщики, особенно болельщики Манчестер Юнайт, очень громко об этом говорили. Высказывались публичные люди, да. Тут же Арсен Венгер высказывался очень плохо. Рио Фординанд, Гарри Невилл вроде тоже высказывался. То есть очень много людей. Также высказывались даже премьер-министр Англии, который собирал всех болельщиков футбольных клубов Англии и, в принципе, давал им информацию, что нужно как бы этому противодействовать. Это премьер-министр Великой Британии. И даже президент Франции сказал, что, в принципе, Суперлига не должна, ну, типа, он не поддерживает и поддерживает целиком УЕФАТ. Вот такие даже люди говорили о Суперлиге в плохом ключе, конечно же. Ну и чем же привлекала эта Суперлига? Суперлига, возможно, должна была привлечь болельщиков и вообще эти клубы туда вступить. Это 100% бабки. Бабки, которые там платились практически, ну, в два раза больше, если не в три, да. Они там или 400, или 300 миллионов могли получить, да. А за Лигу Чемпионов там только соточка. То есть, в принципе, уже больше. То есть, да, конечно, финансовые составляющие, которые могут решить любые вопросы финансовые любого клуба, который туда вступит. Вот, это, конечно, первое. Ну и второе, конечно, спонсоры были, да, JP Morgan. Банк, конечно же, очень-очень большой, который должен был поддержать эту Суперлигу. Кто должен был показывать это все? Уже объявили, что Dazen, в принципе, были готовы показывать на своей стриминговой платформе эту Суперлигу. То есть, спонсоры есть, транслятор уже нашелся, бабки есть. То есть, объявили, конечно же, все это организовали. Но все равно, как бы, 12 клубов. Не хватает еще 3. 15 основателей должно было быть. И, конечно, они ждали, возможно, кому-то делали другие предложения. И это должно было развиваться. Но тут, конечно, вступил Чеферин, который очень-очень сильно грозился, что это дело сразу нужно убирать. Что Суперлига несостоятельна. Что Суперлига это турнир мертворожденный. И что, в принципе, Лигу Чемпионов заменить пока что невозможно. И Суперлига это вообще дно. Примерно так говорил Чеферин. И стоит отметить, что Чеферин и президент Аньели, футбольного клуба Ювентуса, они кумовья. И что интересно, Аньели оказался предателем по факту для Чеферина. Потому что до последнего он уверял самого Чеферина, что он будет всегда поддерживать UEFA и обновленные вот эти все моменты. И Лигу Чемпионов. И ни в коем случае он не поддерживает Суперлигу. Но в последний момент перешел на сторону Переса и Суперлиги. То есть, вот видите, какое предательство на уровне даже вот таких родственных моментов. То есть, здесь бабки сумасшедшие. Аньели, конечно, туда пошел. Потому что это многое-многое ему решит. Многие вопросы. Конечно, и Барса туда пошла. Потому что Барса тоже финансовые проблемы. Милан и Интер 100% туда тоже в эту всю гребеночку с Ювентусом тоже пошли. Поэтому, ну, богатые клубы. И вообще, после этого, конечно, Чеферин заявил, что, ну, все, кто будет участвовать, все, кто будет участвовать в этой Суперлиге, не смогут играть под гидой UEFA. Да, там, чемпионат Европы, чемпионат мира не смогут участвовать в Лиге Чемпионов. Соответственно, и судьи, которые там будут судить, тоже будут получать некоторые ограничения. Конечно же, и сразу UEFA очень жестко с этим заявлением пошел. На что Перес ответил, что, в принципе, нам пофиг. Мы можем, если нужно, создать новый чемпионат, свой чемпионат мира или чемпионат Европы. Это не так сложно. Короче, Перес, в принципе, ничего не боялся. Этот чувак вообще ничего не боится, наверное. Он такие заявления делал, что, в принципе, для него все легко, все можно, все можно заменить. И Суперлига – это суперкласс. Потом, конечно, начали обвинять даже футболистов и сами клубы. И вы помните, да, ту ситуацию с Ливерпулем, когда они играли с Литцом. Что действительно обвиняли того же и Клопа, и всех футболистов. На что Клоп сказал, что футболисты, и Гвардиол, это говорил еще в Майн-Сити, да. Что футболисты, тренеры и все другие, значит, весь другой персонал клубов, они в этом не участвуют. И они были предупреждены, и сами тренеры были предупреждены о том, что они будут вступать в Суперлигу за два часа до этого, по факту. Поэтому, конечно же, и тренеры, и все остальные футболисты, они в этом не виноваты, здесь решать все руководство. После этого пошло очень большое давление на Суперлигу. Конечно, это все прикрыли. Конечно же, потом вышли, значит, президенты и Ливерпуля, вы видели, я думаю, да, что он говорил. Он извинялся и перед Клопом, перед болельщиками, перед всеми, короче говоря, кому не пофиг на Ливерпуль. Он извинялся за то, что вот они вступили в эту Суперлигу и пошли на это, и типа они прислушались к болельщикам и пришли оттуда выйти. Ну и постепенно начали уже где-то с 21-го, с 20-го на 21-е число начали сначала английские клубы выходить из Суперлиги, потом уже все остальные. И в итоге остался только Реал, остался только Ювентус. И вот недавно вышла информация, что Барса оттуда не будет выходить. Пока что видим три клуба, да, которые, в принципе, там имеются. Не знаю насчет Атлетику, Мадрид, эту информацию я не видел. Но все остальные вроде как вышли. Итальянские команды, кроме Ювентуса, Англия вся вышла. Вот, а Реал, Мадрид, Барса, Атлетико пока что остаются в этом проекте, который, ну как бы, я не знаю, как он будет существовать без вот этих команд, которые были заявлены до этого. Но вот такая хронология, ребят, вкратце, если так объяснить, да, вкратце выглядит все именно так. Турнир, который по бабкам, да, он был бы прибыльным. Да, конечно, туда бы заходили спонсоры, туда бы заходили трансляторы. И те трансляторы, которые, значит, те спонсоры, которые, конечно, спонсировали Лигу Чемпионов, они могли спокойненько перейти в Суперлигу, потому что там действительно топ-клубы, там топ-футболисты, там все топ. И, конечно же, ну как бы, это был большой удар по европейскому футболу, по Лиге Чемпионов, по Чемпионату мира, чемпионату. То есть это, это, прикиньте, это просто меняется сознание. Это полнейший хаос был. И я написал тогда в сообщество, что, ребят, не видите сейчас на всю информацию, потому что действительно очень много ее выходит, нужно дождаться официальных решений. Вот они пришли, Суперлига закрывается, как бы остается там формально три клуба, которые, в принципе, пока что это не решают. Что делать с Реалом? Говорят, что Реал, Мадрид и Ювентус могут нафиг вообще убрать на гол с Еврокубков. И это довольно серьезно, конечно же, за то, что Парас не меняет свою точку зрения, поскольку другие клубы уже это поняли, что они ошиблись. Но, блин, разве до начала создания этой Суперлиги еще не было понятно, что вот такое будет огромная агрессия к этой Суперлиге? Что действительно многие будут против, и что фанаты будут объединяться и говорить, что ну это полная фигня, ребят. Какая Суперлига? Потому что теперь уже переходим плавно к моему мнению к Суперлиге. Во-первых, меня смутило то, что я говорил в начале. Это то, что никто не может вылететь из этих 15 команд, основателей, так называемых, да? Это первый вариант. Второй вариант, ну, конечно же, что будет вообще с Лигой Чемпионов? Потому что, ну, кто там будет играть? Какая это Лига Чемпионов без этих команд, которые делают костяк, генерируют бабки вообще для всего европейского футбола, по факту, да? И мы потеряем очень многое, ребят. Очень многие клубы и очень многие чемпионаты могли бы вообще, очень многие клубы даже могли бы прекратить существование. Потому что действительно, действительно на все столько серьезно могло бы обернуться, если бы эта Суперлига была запущена. Она должна была запущена уже в августе 21 года, так объявлялась, по крайней мере. То есть, это действительно серьезный момент. И у меня сначала было нейтральное отношение к этой Суперлиге, но как я разобрался, честно, мне это не понравилось. Вот этот формат, который есть сейчас в Суперлиге, он максимально непригодный. Это мертво рожденный продукт, который выпускать просто нельзя. Это убьет футбол, это уже будет не футбол, мое мнение. То есть, я максимально против этого варианта Суперлиги. Я не говорю, что я вообще против Суперлиги. Это как продукт, конечно, топ. Но не факт, что он не приестся. Понятно, многие навозят примеры той же в баскетболе, в хоккее, где есть такие Суперлиги, где играются. И в Европе это можно сделать, потому что Евросоюз это и есть, скажем так, практически одна большая страна, где можно это все дело провернуть. Это несложно, конечно, тем более в 21 веке. В футболе такое можно сделать, но футбол все-таки что-то другое. Футбол все-таки вид спорта номер один в мире. Это спорт номер один в мире. И делать такие радикальные решения насчет Суперлиги, ну это серьезно. Я не говорю, что UEFA это классно, UEFA все делает круто. UEFA тоже очень много косяков, очень много неприятных моментов там происходит. Но если Суперлига хочет быть жизнеспособной, если Суперлига хочет привлекать много болельщиков и позитивных болельщиков, которые будут позитивно смотреть на эту Суперлигу, им нужно изменить, во-первых, формат. Им нужно изменить отношения, во-первых, потому что они действительно выглядят, как эгоисты, которые просто хотят, 15 клубов, которые просто хотят зарабатывать бабло и не делиться с маленькими клубами. Потому что не секрет, что играя в Лиге Чемпионов, ты зарабатываешь, но и с тобой зарабатывают мелкие клубы, такие как там Динамо, условный Шахтер, наши, да, ребят, которые играли. Играют против условных Барселоны, Ювентуса, как играл в этом сезоне Динамо Киев, как играл Шахтер против условного Реала, да, вот, против условного Интера, которые в этой Суперлиге должны были быть. То есть, в принципе, они делятся бабками. И они хотели объединиться. Лучшие клубы объединяются, зарабатывают бабки сами. То есть, без мелких клубов ни с кем не делятся, зарабатывают намного больше, чем могут заработать в Лиге Чемпионов. Это логично с точки зрения тех клубов. И это решает все их финансовые проблемы. Это, в принципе, окей для этих клубов, для этих владельцев. Но, ребят, если футбол все-таки, это понятие не богатые клубы и не 12 клубов. Футбол это весь футбольный мир. Футбол это не только деньги, это не только владельцы клубов. Футбол для меня это проявление не только топовых команд. Это в первую очередь андердоги, конечно, которые, без которых в футболе нельзя и невозможно. Потому что, ну, неинтересно, я думаю, будет смотреть. Да, нам будет интересно первый год смотреть Суперлигу, потому что там будут каждую неделю топ-матчи. Но это может приесться. И, конечно, мы всегда класс... Вот пример Лестера. Пример многих европейских команд, которые доходят до полуфинала, финала Лиги Чемпионов. Примеры, помните, как Порту выиграл Лигу Чемпионов. Как Тоттенхам, хоть и Тоттенхам, да, сейчас богатый клуб, но до этого он постепенно подходил к этому. Тот же Леон, тот же Шахтер когда-то выходил даже в одну четвертую финала Лиги Чемпионов. То есть, очень много вариантов. В этом сезоне, вот посмотрите, Мельда куда дошел в Лиге Европы. То есть, и за этим интересно наблюдать. В этом и футбол, потому что, когда выигрывают одни и те же, и когда выигрывают только богатые клубы, то, понятно, маленькие особо не развиваются. Маленькие клубы, они и остаются маленькими. И они не останутся маленькими клубами. Потому что в мире так все устроено. Это чистый капитализм. Футбол это чистый капитализм. Там где просто, ну, на данный момент. То есть, раньше футбол в 20 веке был совсем другой. Сейчас это, конечно, про бабки. Раньше это было, возможно, про какой-то интерес, где, как бы, собирались ребята чисто поиграть в футбол реально за эмблему. Сейчас все-таки уже эмблема не так важна. Сейчас больше бабки важны, да. В мировом футболе. Но все же сам принцип футбола теряется при создании Суперлиги. И я категорически против такой Суперлиги с таким форматом. Тем более, когда 15 основателей. Не может из этих 15 основателей никто вылететь. Это полнейший бред. Полнейший бред. Такого турнира не должно быть. Если они хотят вернуться, они вернутся, ребят. Вообще, эта Суперлига, еще идея, появилась в 98 году. Эта Суперлига уже форсится 20 лет, по факту. И вот только сейчас они проявляются. Почему они это сделали? Ну, тут есть, наверное, два варианта. Первый вариант, они действительно, ну, я уже говорил, что хотели просто отсоединиться от UEFA. Как бы быть независимыми от UEFA, создать свою лигу и больше зарабатывать. Это первое. Это такой прямой вариант. Второй вариант, мне кажется, они просто хотели сделать так, чтобы UEFA просто больше платил этим клубам. То есть, они хотели сделать такой небольшой дермарш. Такой небольшой, знаете, удар в лицо, которым показал UEFA, что как бы мы здесь есть, мы топ-клубы и посмотрите на нас. Давайте нам больше бабок, потому что мы, если вы этого не сделаете, мы реально создадим эту Суперлигу сейчас. То есть, в принципе, таким образом, они обратили на себя внимание очень сильно, очень крепко взбудоражили всех болельщиков футбола. И, конечно, поступили некрасиво. И руководство Реала, ну, как бы, очень-очень, как бы, может ударить по репутации руководства Реала и вообще по клубу даже, да. То есть, сейчас отношения к Реалу будут очень резко негативные, потому что Перес это все дело возглавлял. И так к Пересу, в принципе, плохо относились, а теперь тем более. Особенно в UEFA. И тем более он не извинялся, и он не дальше говорит, что это классный турнир. В этом форме. Понятно, они будут его менять. Понятно, Суперлига, возможно, появится. То есть, они опять сделают то же самое, что в 21-м году, могут сделать в 22-м, в 23-м. Мы не знаем, когда, но они выйдут. Суперлига опять не знаем, когда, но я уверен, что это будет обновленный формат. Вот когда они сделают обновленный формат? И если он нам понравится, действительно, если он не будет противоречить всем законам футбола, всем болельщикам, которые любят такой спорт, который он есть сейчас, то тогда будет все окей. И, в принципе, можно будет как-то рассматривать этот турнир посерьезнее, потому что, ну, действительно, начался хаос. Поэтому мои отношения, я думаю, я вам высказал. Пока негативные отношения к Суперлиге, к тому формату, который есть сейчас. Поэтому пишите свое мнение по этой Суперлиге. Пишите обязательно в комментарии. Помимо того, что вы голосовали, пишите еще свое. Ну и как вы думаете, все-таки напишите возможные варианты. В каком формате, как вообще может вернуться Суперлига, чтобы заинтересовать болельщиков. Вот какую бы вы хотели видеть Суперлигу действительно, чтобы она была более-менее сбалансирована, чтобы она не противоречила обычному болельщику футбольному, который просто смотрит футбол перед экраном, которому нравится тот футбол, который есть сейчас. В принципе, он нам нравится, да, тот формат Лиги Чемпионов, который, кстати, тоже обновился. Вы можете это видеть. Поэтому пишите свое отношение. Ну, всем спасибо, ребят, за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Ну и ждите других видосов и заходите на наши стримы. Буду очень благодарен. Поэтому всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok